В России создается поистинно настоящая кулинарная революция. И скоро ваши имена узнает вся наша большая страна. Молодые ножи – это шоу для тех, кто готов доказать, что русские повара – лучшие в мире. Я такое никогда не пробовала. Шесть талантливых молодых профессионалов. И я ваш папа на кухне. Три сложнейших испытания. Готов показать все, что я умею, я пришел за победой. И один главный приз. Именной золотой нож. Победить должен один. Вы же не сомневаетесь, что это буду я. Ой, мне вкусно. Милота. Тает во рту. Никогда ничего не бойтесь. Я Константин Ивлев. И это мое новое шоу «Молодые ножи». В новом проекте я буду искать молодых профессионалов, которые докажут, что способны перевернуть привычный взгляд на кулинарию. И удивить меня, как шефа. Проверять буду по трем критериям. По умению повторить классику. Умению работать с ингредиентами. И третье, самое главное. По способности к креативной и творческой мысли. Приветствую вас, уважаемые коллеги, в моем маленьком кулинарном чистилище. Здравствуйте, сэф. И по вашим глазам я вижу, что вы заряжены на победу. Хочется выиграть золотой нож? Еще как хочется. Я выиграю, потому что я умею сочетать и доводить продукты до идеального вкуса. Я профессионалка своего дела. Я могу работать ножом так, как никто. Я одержу победу перед всеми. Итак, на столах под клошем находится ваше первое задание. Каждый из вас спокойно подходит, выбирает нож и встает согласно купленным билетам. Пошли! Тема выпуска – панасиатская кухня. И сегодня поварам предстоит продемонстрировать не только знание ее классических рецептов, но и умение работать с необычными ингредиентами. Итак, мы сегодня с вами посвящаем программу панасиатской кухни. Эта кухня собирается из рецептур большого количества азиатских стран, такие как Сингапур, Таиланд, Япония, Китай, Малайзия. Это интересная кухня, там, где можно раскрываться. Я могу приготовить абсолютно все из абсолютно всего. Под вашим клошем находится классика панасиатской кухни. Наверное, напряжение было у меня больше всех, потому что это не моя кухня. В первую очередь я базируюсь на французской кухне. Я считаю, повар обязан знать классику. Итак, в первом испытании поварам предстоит повторить одно из классических блюд панасиатской кухни. Но что это за блюдо? Они смогут узнать только при помощи своей кулинарной интуиции. Одеваем маски. Константин, от греческого слова «постоянный». Как дела, Кость? Так точно, все хорошо. Ты что, в армии недавно был? Нет. А, нет, это у тебя просто так вот. У меня была французская школа. Меня зовут Константин Морозов, мне 22 года. Я шеф-повар нового гастрономического проекта в Санкт-Петербурге. Для меня кухня – это в первую очередь дисциплина. Дисциплина как в армии. И мы нашей боевой командой на кухне идем к самой высокой точке наслаждения, а именно к гастрономическому оргазму. Именно это мы сегодня и покажем. Ну что, готов? Да, шеф. Поехали. Три, четыре. Косте нужно отгадать популярное японское блюдо – тимаки. В переводе оно означает «суши, сделанные своими руками». Это простые конвертики из водорослей нори, наполненные рисом и другими ингредиентами. Опускай руки прям, опа, и погнали. Я отчетливо понимаю, что есть рис, нори. Острота, есть белок какой-то. Белок, омлет, яичница. По консистенции я подумал, что это может быть рыба. Итак, есть какие-то идеи? Я понимаю, что это связано с роллами. У меня здесь бывали ребята, которые не знали блюда, но они старались потом повторить с точки зрения вкуса. Ты сможешь повторить, если ты не знаешь, что это? Попробую, шеф. Я понимаю, что нужно готовить роллы. Азиз, приветствую тебя. Привет. А откуда ты, Азиз? Специализируешься на какой кухне? На японской. Меня зовут Должанов Азиз, мне 31 год. Работаю шеф-поваром в ресторане «Ром Ди-Энди» в Санкт-Петербург. Я лучший шеф-повар, потому что я *** готовлю. Я напомню, что это классика паназиатской кухни. Азиз, как специалист по японской кухне, наверняка с легкостью разгадает японский гёдзо с креветками. О, соусник. Наверное. Я, значит, трогаю эти пельмени гёдзо и понимаю, что мне повезло. Похоже на гёдзо с курицей и овощами. И соус, сейчас скажу, наверное, соевый. Да, обычный соевый соус. Окей, принято. Сейчас приготовлю легко. Так, Наська, ты откуда? Сочи. Меня зовут Карначава Анастасия, мне 23 года. Я работаю су-шефом. Любой привередливый человек будет накормлен, сыт и доволен, как любой мартовский кот. А вообще специализация кухни какая у тебя? Паназия. Паназия? Ох ты, мамма мия. Значит, ты сейчас, наверное, сможешь это отгадать. Итак, готова? Да. Перед Настей овощные фрикадельки манчуриан, родом из индо-китайской кухни. Их основной ингредиент – пекинская капуста. Обязательно смотрите, как в чём это подано, потому что вам надо будет повторить. На ощупь похоже на фрикадельки, на обычные. Но я беру один из шариков, начинаю его пробовать. И понимаю, что ничего не понимаю. Чувствую, что там то ли сырное, то ли тесто какое-то с чем-то. Да, сыр гауда, ещё скажи, в паназиатской кухне. Вот основной продукт, как ты думаешь, из чего это сделано? Либо свинина, либо курица. Либо свинина, либо курица. Ты уверен, да? Скорее всего, свинина. Какая в большей степени используется капуста для приготовления блюд паназиатской кухни? Пекинская. Пекинская. Это я просто так спросил на знание тебя. Я делаю предположение, что это какие-то шарики со свининой, пекинской капустой, потому что её я прямо отчётливо почувствовала во вкусе. И в каком-то овощном остром соусе. На вкус я блюда не могу определить. Посмотрим, смогут ли остальные участники разгадать классику паназиатской кухни. Диме шеф загадал китайскую жареную лапшу Чоумей. Готовят её на основе пшеничной муки и подают с индейкой и грибами шиитаки. Владу нужно отгадывать вьетнамские спринг-роллы. Это рулетики из рисовой бумаги с курицей. Загречневая лапша. С курицей и грибами. Принимаю. Я буду готовить гречневую лапшу с грибами в остричном соусе. Мясо птицы, возможно, индейка. Так. И с чем-то секретным. И я понимаю, что я буду готовить спринг-роллы с мясом индейки и авокадо. Перед Айратом блюдо индейско-гавайской кухни. Батури фиш. Если говорить простыми словами, это палтус в листьях банана. Есть чили, рис, лосось. И блюдо, как называется? Не могу сказать. Не можешь сказать. Возможно, на вкусовые рецепторы Айрата, Кости, Димы и Насти повлияла напряженная обстановка. И они не смогли дать название паназиатской классике. А вот Влад и Азиз, хоть и правильно именовали блюда, но ошиблись с основным ингредиентом. Посмотрим, кого из молодых ножей не подведет кулинарная интуиция и позволит пройти следующий тур. Итак, уважаемые коллеги, большая просьба снять маски. В течение ближайших 40 минут вы должны повторить классическое блюдо паназиатской кухни. Время пошло. Знаете, что я люблю больше хорошей еды? Музыку 90-х. Я нарезаю под 90-е, варю под 90-е, жарю под 90-е и даже готовлю фирменного ягненка под 90-е. Но вы не знаете главного. Возвращается тот самый Евгений. Продюсер, который написал почти все хиты 90-х. По крайней мере, так говорят. Очень скоро, друзья, Евгений впервые после долгих лет молчания покажет себя. Премьера музыкальной комедии «Евгений». 9 декабря в 9 вечера на пятнице. Походу, единственное, что я угадал, это лисе бамбука и тарелка. Меня зовут Айрат Агизатуллин, мне 30 лет. В данный момент я являюсь шеф-повар японского ресторана Геннатаки, город Набережная Челны. Мой секрет – непредсказуемость. В общем, я взял репчатый лук, чеснок, рыбу, лосось, много лайма, кунжутное масло, листья бамбука. Я решаю готовить некое ризотто с лососем в азиатском стиле и завернуть это в листья банана. Слайцами быстро-быстро режу лососи. Далее я шинкую кинзу и чеснок, обжариваю это на сковороде. Айрат готовит батуре фиш. Банановый лист заворачивается в палтус. Риса там нет, там нет лосося. Как можно спутать лосось с белой рыбой? Вообще не понимаю. Я немного в шоке, потому что надеялась, что будет хотя бы час на то, чтобы как-то додумать или, может, переделать какие-то косяки с этим блюдом. Я без понятия, что я попробовала. Ну, сделаю фарш из свинины, добавлю туда для связи рисовую муку, яйца и пекинскую капусту, так как я на 100% была уверена, что она там есть. Насте я подготовил манчурян. Это овощные фрикадельки, которые делаются на основе соединения большого количества овощей. И вязкость идет за счет, соответственно, небольшого количества крахмала. Буду пробовать по вкусу довести хотя бы что-то примерно похожее. Ну, тезка. Да, шеф. Что ты здесь готовишь, расскажи мне. У меня подготавливается рис, ароматизируем лимонграсс, имбирь, чили, лаймлис, дать ароматике. Соответственно, я сделал нори под размер, который я хочу. Ему я заказал тэмаки. Это конусные роллы. Все то же самое, как и любой другой ролл. Просто-напросто заворачивается все именно в кулек. Я до сих пор не понял основной ингредиент, который находился внутри, кроме риса и нори. И думаю, между курицей и крабом. А ты когда-нибудь пробовал унаги? Унаги? Наверное, пробовал. Тот продукт, который он спутал с крабовыми палочками, это был угрюнаги. Я взял индейку, сейчас буду нарезать и обжаривать. Меня зовут Владислав Шстаков, мне 26 лет. Я управляющий шеф-повар ресторана РИП в Азербайджане, город Баку. Страха на кухне у меня вообще нет. Главное правильно адаптироваться под любой вочий процесс, и будет все чики-пики. Я сейчас буду все обмешивать. И начинять спрингролы. Владу, богатырю паназиатскому, я загадал спрингролы, жареные с курицей. И использовал именно куриную грудку. Она у них в большей степени используется. Как он почувствовал, что это индейка, не знаю. А ты уверен, да? Уверен, что там была индейка. Почему? У куриц другая текстура. Какая? Курица проще жуется, индейку нужно еще разжевать. Там я разжевывал. А если какая-то курица, которая пешком с Тамбова ушла? Она там мускулистая, тогда будет сложно жевать. Мускулистая. Тогда она превращается в индейку, что ли? Получается так. О, ну ладно, вопросов нет. Уверен? Да. Красавчик. Уверенность – это превыше всего. Посмотрим, как обстоят дела с уверенностью у других участников. Добавил комбу, водоросли и грибы, шитаки. Вариться. В этой же воде потом будем варить лапшу. Меня зовут Дмитрий Камаев, мне 25 лет. Я из города Нижнего Новгорода, но сейчас готовлю для тебя лучшие стейки в городе Геленджик в ресторане «Жар угли». Я сегодня убью всех своих соперников. Я харизматичный, автономный и полностью интересный. Дима. Да, шеф. Итак, у тебя, значит, лапша. Подожди, ты говорил о том, что у тебя гречишная лапша, а это не гречишная. Я потом понял, что я ошибся. Дима готовит лапшу чоумэй. Это классическая лапша, которая делается на основе яичной лапши, грибов шитаки и филе индейки. Лапша у тебя с чем будет? С индейкой. Матерь божья, ты же говорил о том, что курица была. Я так часто ошибаюсь сегодня, шеф. Серьезно? Переобуваешься прямо в воздухе, как этот цирк Дюссалей, блин, а? Ёк-макарёк. Вот это да. Ну, Алла, хорошо. А грибы-то? Грибы угадал. Угадал. Считаешь, угадал. Шитаки, да? Ну, всё, вопросов нет. Ладно. Азиз. Я тоже переобулся. Да ладно. Значит, чё? Значит, я делаю рубленный фарш для гёдза из креветок. Ах, креветки сейчас. С добавлением туда имбиря, кинзы. Азизу я загадал гёдза с креветками. Надо дать должное, он понял свою ошибку и сразу же правильно переобулся. С курицы на креветки. Соус какой делаешь? На основе комбу. Это морские водоросли, которые верхняя часть. Грибы шитаки сушёные. Соевый соус. Немножко сахара. Креветочный панцер, который даёт тоже аромат. Так как гёдза с креветками, поэтому соус будем делать к нему подходящий. А какой соус делает Настя для своих неразгаданных фрикаделек? Сделаю простой томатный соус. Мне показалось, что он там был таков. Я беру овощи, перец болгарский, лук, перец чили. Всё это мелко нарубаю. Закидываю в сковороду, обжариваю. Добавляю туда томатную пасту. Так, готовый фарш. Я кидаю его варить. Понимаю, что только с рисовой мукой шарики у меня не получаются. И беру ещё пшеничную муку, чтобы более связующий и цельный шар у меня получился. Не всё гладко и у Димы. Грибы сопротивляются и не хотят никак становиться мягкими. Поварим их ещё минут 10. Дальше обжариваю имбирь и чеснок. Снимаю с огня, добавляю устричный соус. И в том же бульоне, в котором варились грибы, начинаю варить лапшу. Нарезаю индейку тонкими полосками и начинаю жарить на сильном огне. Тем временем другие участники уже приступают к сборке своих блюд. Я начинаю собирать спринг-роллы. Кладу спринг-тесто, выкладываю индейку, авокадо, сам соус. Аккуратно сворачиваю. В конце добавляю немножко воды, чтобы скрепить. После того, как я собрал три полноценных спринг-ролла, я обжарю их во фритюре. После этого я начинаю формировать своё блюдо. Моё блюдо очень хорошее, гармоничное, и у него есть все шансы быть таким же, как блюдо изначальное. Посмотрим, какие шансы у аэрата с подачей. Я бланширую листья бананов. Рис почти был готов. Я закинул лосося, перемешал. Далее я заворачиваю начинку, листья бананов и стягиваю нитэ. Я собираю блюдо, которое я попробовал и пытаюсь его сейчас повторить. Это рис, нори, тофу и унаги. Не знаю, что будет в финале, но думаю, что я близок к тому экземпляру, который мне дали на дегустацию. А вот Дима совершенно не сомневается в своей подаче. Я смотрю на свою лапшу, и она, черт возьми, мне нравится. Настя тоже в восторге от своего кулинарного ноу-хау. Я смотрю, внешний вид мне нравится. Скорее всего, это не то, что заявлено в блюде шефа. Но я уверена в том, что это вкусно, и поэтому не очень сильно переживаю. Зато переживает Азиз. Давай. Давай, 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 дорогой. Быстрее. Я тогда поймался на мысли о том, что я воду заранее не поставил. Поэтому время поджимало. Я леплю гёдзе с креветками, закидываю в воду на 2-3 минуты. После чего достаю и на сковородке обжариваю до золотистого состояния. Итак, мои молодые ножи. Три. Два. Один. Стоп. Руки вверх, шаг назад. Когда мы руки подняли, я сразу сказал, Азик, так не пойдёт. У тебя большой опыт, и ты не выполнил задачу. Прямо сейчас состоится дегустация. Посмотрим, кто из молодых ножей обладает поварской интуицией и сможет покорить вкусовые рецепторы шепа. А кому он не простит ошибку и остановит на пути к золотому ножу. Мой уважаемый тёзка. Чё это? Роллы. Конусовидные, потому что я нащупал сужение. Ага. Т-маки. Я слышу тамаки и понимаю, что вообще первый раз для меня вылезает это слово. Никогда не слышал, думал то, что есть роллы. Привык есть Филадельфию, Калифорнию, из краснодарского риса. И всё, и думаете, что это вся японская кухня. Я не люблю роллы и считаю то, что хорошие роллы, в принципе, мало где делают. Это т-маки с угрём, омлетом, авокадо. Я вижу то, что визуально блюдо практически идентично. У тебя дерево, у меня камень, васаби нету. А что там внутри? Угаря и тофу. А здесь, чтобы ты понимал, японский омлет. Да, шеф. Авокадо, спайси, соус. Разница есть, да? Даша, я не угадал с начинкой. Я стою и думаю то, что буду в ряду выбывших. Но самое главное для повара что? Стремиться улучшать свои навыки. И вкус. Ну, давай я всё-таки попробую. О, это у тебя прям какой-то плов с угрём получился. Меня радует то, что у тебя есть вкус. Немножко расстраивает то, что ты не попал. Есть вероятность, что я пойду в следующий тур. О, Диман, и что здесь наготовил? Это лапша. Это лапша. Лапша. С индейкой и грибами шитаки. А ты слышал такое название блюда чоумэй? Так вот, паста чоумэй готовится с индейкой. И, как ты правильно обозначил, с? С грибами шитаки. С грибами шитаки. Я понимаю, что я попал и в тарелку, и в блюда. И то, что шефу обязательно зайдёт. Ещё я немножко добавил кустричного соуса и немного кокосового молока, чтобы взбодрить. И подкрасить историю. У тебя такая смесь, значит, лапши и том-яма. Хе-хе. Но вкусно. Заканчивается дегустация, и я не понимаю, я под вопросом? Азиз, Азиз, ну давай, что ты здесь сделал, расскажи мне. Я сделал гёдзе с креветками. Гёдзе с креветками. Блюдо под куаше и приготовленное мной блюдо одинаковое. Тебе и Владу в этом испытании было проще всего. Знаете почему? Потому что у вас было готовое тесто. А тебе что, фарш, соус налепить и сделать 40 минут? Я решил больше яркости добавить. Какой это яркости? Ты о чём говоришь? Ну, в смысле, в вкусе, в фарш и в соус. То есть ты хочешь сказать, что я должен сейчас попробовать твои гёдзе и попросить мне сделать харакири, да, от счастья? Шеф пробует. Я вижу, что ему нравится вкус. В моих гёдзе очень ярко ты чувствуешь, что это креветка. Она правда чувствуется, потому что она хрустит. В твоих я ем, я вообще не понимаю, что это такое. А ты с фашем что сделал? Я туда нарубил стебель кинзы, также нарубил туда имбиря свежего, добавил белок. А, ну ты очень сильно перерубил. Ты прям в труху его вообще. Мало кто на это обращает внимания. Те, кто разбирается в пельменях и хотят чистый вкус больше получить, они любят рубину. Я, конечно, не гиперсчастлив. Ты же рассказывал, что я прям должен... Да, то есть я офигел, но не от этого. От чего? Узнаешь сейчас попозже. Спасибо. Когда он это сказал, он даже дал некую надежду. Влад, красота-то какая, а? Ляпута! Ну, давай рассказывай, что это такое? Спринг-роллы с индейкой и авокадо с соусом ореховым. Гамодару. Спринг-роллы. Я вижу сходство один в один с тем, что мне задали. Мое блюдо и изначальное блюдо. Но! Вот мне удивительно было, ты сказал о том, что эти спринг-роллы у меня из чего? Индейка. Из индейки. Я вот понять не могу, потому что я-то сделал их из курицы. Я это уже понял. Ну, давай попробуем. Давай. Да, это индейка. А там курица. И там курица кусочками, длинными брусочками. А здесь она кубиками. И еще в соусе. Влад, попробуй. Давай с тобой просто по чесноку разберем, согласен? Угу. А теперь слою попробуй. На твой взгляд, какой вкус у нее? Равносильный. Я бы съел свою. У меня курица сухая. Красавчик, красавчик. Всегда надо отстаивать свою точку зрения. Запомните раз и навсегда. Кто бы вас не провоцировал, вы лучшие. Молодец. В этот момент я понимаю, что это заявочка на победу в конкурсе. Итак, Наська, ну так что у тебя за блюдо? Я не знаю, что это за блюдо, шеф. Есть такое блюдо по азиатской кухне, которое делается в виде фрикаделек, но без использования продуктов животного происхождения. И называется это блюдо манчурян. Что это такое? Вообще не знаю. Первый раз в жизни видела и пробовала это блюдо. Мне оно не понравилось. А ты, значит, сделала... Я сделала... Не стесняйся, тевтели. Я сделала тевтели с добавлением рисовой муки, капусты пекинской и протушила в овощном соусе. Вкусно! Острая! У-у-у! Я вот очень острая не люблю. У меня рецепторы начинают сразу отключаться. Но! Прям как бабушка приготовила. Вкусно, нажористо. Все в соусе. Прям вообще огонь. Спасибо, шеф. Я сразу выдохнула. Ай, рад! Что это такое, как думаешь, название? Название склоняет что-то к китайскому вообще. Не, это соединение индийской кухни и Гавайи. И называется это блюдо. Батурифиш. Просто пи*** я не знал это блюдо. Что там внутри? Рис, лосось, кунжутное масло и добавил немного соевого соуса. Это цельная рыба. Палтус. Палтус меня подвел. Точнее, не палтус меня, а я его. Риса, конечно же, не было. Я не знаю, откуда он там взялся у меня в голове. Почему подается в банановом листе? Потому что эти страны, они в большей степени едят руками. И у них банановый лист, это является тарелкой. Понятно, да, разница? Давай попробую. Колоссальная разница. Ну, разница, признаться, колоссальная, да. Но... Неблохо. Расстраивает только немножко одно. Кто-то сюда мало все-таки добавил продуктов, которые стали бы очень яркими. Что-то просто пошло не так. Наверное, скорее всего, было какое-то нервное напряжение во мне. Ну что, мои уважаемые, молодые наши, в следующий этап однозначно пройдут не все. Начнем с Константина. Хоть ты и не отгадал, и хоть ты даже и не до конца сделал все правильно, но маки у тебя были вкусными. Поэтому нож остается у тебя в следующий этап. Спасибо, шеф. Дима, ты не отгадал название, но при этом ты правильно переобулся и сделал лапшу. Да, ты добавил туда кокосового молока. Но черт побери, это оказалось вкусным. Ты в следующем туре. Спасибо, шеф. Азиз, у тебя было преимущество перед всеми. У тебя было готовое тесто на гёдзе. И при этом ты все-таки не добился, чтобы была корочка. Поэтому нож на базу! Я вылетел, потому что у меня не хватило концентрации, я не сориентировался во времени. Во всем остальном я делал все правильно. Влад, увидимся с тобою в следующем этапе. Спасибо, шеф. Айрат и Анастасия, вы не угадали ни Бе, ни Ме, ни Кухареку. Но при этом вы постарались что-то приготовить. Я не понимаю, кого из нас сейчас отправят домой, а кто останется дальше. Ноги трясутся. Айрат, нож на базу! Я и расстроился, и в то же время я понимаю то, что это опыт, и плохой опыт – это тот же опыт. Дадим возможность Насте показать себя еще раз. Спасибо, шеф. Я вас постараюсь не подвести. Я думаю, что во втором конкурсе меня ждет еще больше испытания, но уже на мою какую-то фантазию, возможно, я бы очень хотела показать это шефу. Итак, уважаемые молодые ножи, я рад приветствовать вас во втором туре. Если вы думаете, что вам будет намного легче первого – зря. Я волнуюсь. Даже не могу представить, какое задание меня ждет. Но было интересно. Перед участниками черные ящики. В каждом из них по четыре ингредиента. На первый взгляд совершенно несовместимы. Что же может быть в черном ящике? Смогу ли я приготовить все, что там будет? Или я опозорюсь? Открываем! Смелее! Я открываю черный ящик и вижу перед собой гречку, кумкват, мед и угарюнаги. Но это не сочетаемые продукты. Мне достается яблоко, креветка, шитаки и репа. Но, в принципе, в голове сразу же появляется идея, как это можно все совместить. Цветная капуста, тунец, пастила и тофу. Что с этим всем делать? Вижу перед собой баклажаны, гребешок, стружку тунца абонита и сметану. В голове пролетают сразу несколько рецептов. Думаю, чем же удивить шефа? Вы должны приготовить одно блюдо, в которое обязательно должны входить эти четыре ингредиента. Если вам не хватает, вы можете использовать футгорку. Соедините две культуры, два гастрономических мира, Азию с Европой. Но меня это вообще не пугает. Я в своей работе непосредственно мешаю разной кухне. 40 минут на готовку. Опять 40 минут. За это время в голове вообще невозможно собрать картинку из этого странного набора продуктов. Время пошло. Итак, я думаю, 10 секунд. Константин. У него репа, креветки, грибы шитаки и яблоко. Я сделаю сотей из креветок соусом бюрблан на яблочной основе и эмульсии из шитаки. Также пойдет отдельный гарнир, свежая зеленая спаржа и тонкие кольца из репы. Я бы сделал бы репу с точки зрения подачи. Тартар, сальсу, татаки и тому подобное, но подал бы это в репе. Я сейчас на слайсере тонко нарезаю репу для гарнира, чтобы потом из нее сделать кольца. Дальше репу бланширую в подсоленной воде теплой для того, чтобы убрать горечь от репы. Чтобы убрать горечь репы, ее надо не только сбаланшировать в воде, надо обязательно добавить сливочное масло. Дальше очищаю креветки, чтобы подготовить основной ингредиент. Огонька своему блюду решил добавить и Дима. Итак, ему досталось морской гребешок, баклажан, стружки тунца и сметана. Я придумываю поджарить гребешка и подать его на подушке из соуса сметаны с обжаренным баклажаном и стружкой тунца абонита. То, что он решил делать, имеет место быть. Но я бы сделал бы баклажановую икру с морскими гребешками. Для усиления вкуса я бы сделал бы соус на базе унаги. Немножко бы подкоптил бы сметану и капельку бы добавил бы в свою баклажановую икру, либо рядом. Я буду делать гречневое ризотто с мацони. Угарю-наги и карамелизирую кумкват. Думаю, будет интересно. Ему достался угарь, гречка, мед и кумкват. Я бы здесь сделал бы попкорн из гречки с копченым угрем и карамелизованным кумкватом. Приготовление своего гречета начинаю с того, что я ставлю воду на гречку. Пока она закипает, я параллельно нарезаю угарь. После я беру гречку, непосредственно закидываю в воду. Гречка выпаривается. Гречку добавляю в мацони и начинаю медленно перемешивать, пока он не превратится в ризотто. Добавляю мелкорезанный угарь с унаги. Немножко добавляю соевого соуса. Гречета достаточно очень жирная, хотя и угарь жирная, но здесь жирная на жирная, плюс сладкая. Ну, пока не знаю, надо посмотреть. А пока посмотрим, что там придумала Настя и придумала ли вообще. Я сделаю татаки из тунца на подушке, из вегетарианского пюре цветной капусты с сыром тофу. И сделаю соус из пастилы. Настенька, ей досталась цветная капуста. Тофу, тунец, ну и, соответственно, пастила. Я бы сделал хрустящий тофу, хрустящую цветную капусту. Обжарил бы тунца в кунжутном масле. Из пастилы я бы сделал соус. Так, вода у меня закипела, и в подсоленную воду я добавляю соцветия цветной капусты. Отварную цветную капусту я замешиваю в блендере с кокосовым молоком. В та же блендере я добавлю тофу. Довожу до вкуса с солью, с сахаром и специями. И получается очень вкусное пюре из цветной капусты в вегетарианском стиле. Я обжариваю баклажан в золотистые корочки, чтобы потом пробить со сметаной и чернилами каракатицы. Значит, я сейчас готовлю соус. И я пробиваю жареные баклажаны со сметаной и чернилами каракатицы в блендере до однородной структуры. Добавляю немного карри, и соус становится безупречным. Я нарезал яблоко как заготовку на соус. Обжариваю его на сливочном масле, добавляю азиатские специи. Я взял также васаби-пасту дополнительно, сухую карри-пасту красную, галангол, имбирь и лист лайма. Добавляю вино для того, чтобы выпарить его. Берблон в переводе как белое масло. Самый легкий и, наверное, самый популярный трюк французской кухни – использовать сливочное масло для загущения. Соус получился очень хорошо. Так, для соуса я в небольшом количестве воде растапливаю пастилу. Это небольшой эксперимент. Мы смотрим, что из этого выйдет. Тунец я обжариваю на растительном масле. Просто даю корочку со всех сторон. Затем окунаю его в соус и окунаю в кунжут обжаренный. Мне осталось нарезать тунец, и я приступаю к сервировке. Внешне я очень довольна блюдом. Оно вкусное, и я думаю, шеф оценит это блюдо на все 100%. Сейчас я буду карамелизировать кунг-кват с помощью меда. У меня все готово, осталось выложить. Я смотрю на все блюда и понимаю, что оно вышло крутым, вкусным и довольно-таки необычным. Я собираю блюда. Я выкладываю небольшой кнелли соус из жареных баклажанов. Выкладываю слайсы гребешка. Декорируем блюдо деталями, из которых мы готовили все это. Баклажан просто немного обжаренный. И немало интересной деталью ягоды смородины. Блюдо приготовлено. Я стою и понимаю, что оно достойное. Внешне меня устраивает блюдо. Я взял хорошую тарелку. Я думаю, что я хорошо справился с задачей выполнения классики с применением неординарных и неведанных так хорошо для меня продуктов. Три, два, один, стоп. Руки вверх, шаг назад. Сейчас шеф оценит соединение ингредиентов, подачу, вкус и качество блюд. Участники, обладающие талантом женить несочетаемые продукты, станут на шаг ближе к заветному золотому ножу. Константин. Давайте начнем с того, какие у вас были ингредиенты. Креветки, шитаки, репа, яблоки. Итак, и ваше блюдо? Мое блюдо сатэ из креветок на подушке из шитаки и репы. Где одеяло? Одеяло будет как раз соус бербланк. То есть вам для начала нужно полить ваши креветки. А яблоки-то где? Яблоки находятся непосредственно в базе для бирбланка. То есть вместо шалота классического использовались яблоки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА НА ФИОНА да это гриб или баблгам баблгам возможно его не до конца все устраивает но сразу видно то что он не равнодушен к тому что у меня получилось соус яркий подача филигранна 5 баллов а ко всему остальному есть маленькие претензии спасибо спасибо я рад что шеф понравилась подача и супер что соус получился и классный бал уже заработан дмитрий да посмотрев на твое блюдо коллега сразу понимаешь что у тебя и снега зимой не допросишься это моя интерпретация сашими с гребешка с теплым соусом из баклажана чернил каракатицы сметаны ну и соответственно тунец вот здесь вот сверху да для усиления вкуса да подчеркивание общей картины в целом сомнения меня одолевают по поводу гармоничность ингредиентов сметана феерично интересная вкусная чернил и каракатицы усилили морской вкус скажем тогда что очень хорошо наложилось соответственно на стружку или стружка наложился на морской гребешок но баклажан вообще никак не чувствуется и красная смородина не очень меня одолевает волнение удалось ли мне соединить европу и азию но и самое главное ты удачно соединил азию с европой спасибо шеф подача пять баллов вы меня радуете ребят я чувствую спокойствие и уверенность как будто большой брат следит за тобой идем соответственно дальше владислав итак ингредиенты гречка мед кумкват и угорь унаги и получилось у меня получилось гречотто с мацони и унаги угарь и карамелизированный кумкват единственная просьба будет съесть все вместе чтобы соединили все вкусы ты думаешь я вообще не в теме что лет так на всякий случай не просто китель белый ношу я не волнуюсь потому что понимаю что данное блюдо может быть подано в крутых ресторанах вкусно но единая текстура гречота это нежная жирная текстура получилось согласен то есть можно губами есть разогретый угорь по текстуре какой мягкий нежный мягкий нежный и соответственно кумкват почти точно такой же и у меня ощущение что диету номер пять блин у меня отваливается печень и я лежу в больнице мне не хватило хрустящего ингредиента моем люди чтобы раскрыть полную эмоции вкуса но ты красавчик молодец гречотто аля руссо туристу облика итальяну морали ты поженил соответственно с французским легким уклоном кумквата карамелизированного ну и конечно я понимаю что возможно я накосячил что возможно не сделаешь на сто процентов я возможно могу уйти настенька ну иди ко мне солнце моё давай напомним на всех сущий продукт у тебя был тунец цветная капуста сыр тофу и пастила это пюре из цветной капусты в вегетарианском стиле с кокосовым молоком и сыром тофу татайки из тунца в кисло сладко-остром соусе и кунжуте также для хрустинки я добавила жареные проростки и фасоли я думаю что константин сейчас просто восхититься как я так совместила в одном блюде европу и азию ты сделал огромную подачу это раз ошибка второе это конечно когда что-то начинает утопать в пюре это же не без троганов плюс этого блюда хрустящие соевые ростки они фееричны в плане того что они потом выправляют вкус самое главное ты поженила европу и азию спасибо спасибо я считаю что это моя победа сто процентов ровно один шаг до финала чтобы бороться за золотой нож молодые шефы должны получить максимальные баллы за соединение ингредиентов подачу вкус и качество своих блюд самое слабое звено покинет это шоу навсегда и так шестаков владислав 16 баллов поздравляю ты проходишь следующий этап но я блюдо казалось очень хорошим я в этом раунде молодец карначева анастасия 12 баллов нож на базу вы константин шеф ивлев пожалеете что не попробовали моё фирменное блюдо в третьем конкурсе камаев дмитрий общее количество баллов 17 ты финале я про себя думаю что я красавчик морозов константин 14 баллов нож на базу для меня это был очень крутой опыт испытать себя в другой кухне не в своей специализации да возможно я держал какой-то проигрыш состязания но я не проиграл войну и так хочу поздравить вас с выходом в финал кому-то из вас сегодня достанется главный приз золотой нож я предвкушаю финальную битву шефов знаю что сметут с пути кого угодно мне нельзя сейчас сдаваться надо стремиться только вперед и вперед и показать на что я способен и могу и так уже по доброй вкусной традиции третий этап проекта молодые ножи заключается в том что вы приходите своим коронным блюдом и его готовите но я немножко добавляю своих кулинарных фантазий я хочу чтобы вы свое блюдо подали мне стиле ролла честно говоря меня это шокировал как можно приготовить атаки из танца в виде ролла тем замешательстве я думаю как сделать из герзы из пельмени которые хотел роллы ну и конечно традиции ко мне всегда приходит гость звездный гурман который не поможет рассудить кто же из вас по праву будет иметь честь свою руку вложить золотой нож очень классно когда удивляет какой-то необычной подачей но опять же самое главное это чтобы было вкусно 60 минут время пошло я иду к футгорке точнее очень сильно тороплюсь и беру свеклу муку яйца бульон хандаши бекон лук морковь красная капуста креветка лосось еще из соусов я беру соевый соус керияки ну и сливки я буду готовить пельмени гюрза в виде ролл с лососем и креветкой соусом с хандаши и свеклой а блюдо выносится кухне фьюжн там максимально усилен вкус и нежная текстура сперва я начинаю чистить свеклу выжимать с нее сок для того чтобы пол в дальнейшем сделать тесто и это сок пустить еще на соуса самое сложное это сделать правильное хорошее тесто работа эластичная и одновременно нежная и начинаю сразу замешивать тесто я беру муку яйцо столь сахар воду и сам сок свеклой дима также решает использовать в своем коронном блюде свежевыжатый сок но из моркови какой пикантности это добавит его блюду сейчас узнаем я буду готовить татаки из тунца с заправкой из моркови в виде ролла я делал акцент на том чтобы блюдо быстро готовилось было вкусным и замечательно выглядело я сейчас наливаю сок морковки свежевыжатый добавляю немного пасты том ям растительное масло соль перец и сахар много кинзы чтобы вкус был совершенно интересный немного сока лимона для яркости пошла жара я обжарил морковку лук все скидываю чтобы масло все лишнее слилось после буду обжаривать капусту дальше идет бекон бекон для усиления вкусов после этого я беру креветки очищаю их креветки буду обжаривать и беру свежий лосось разделываю убираю все косточки и режу на мои маленькие кубики смешивая все ингредиенты добавляем соуса наш фарш готов я думаю не удастся удивить шефа потому что блюдо максимально интересное плюс подача будет удивительная потому что пельмешки виде роллов мало кто подавал так как шеф возжелал чтобы блюдо представили виде ролла я сейчас буду для подушки как бы использовать капусту и свежий огурец сочетание с тунцом морковная заправка это великолепное сочетание сейчас еще возьму томат нарезка вообще хаотичный так как томат будет скорее как паста мы смешаем немножко с зеленью и буду его коптить вот так вот заворачиваем боксик стрейчем или берем немножко опилочек включаем смоки ган и пошла жара все как бы нам этого вполне достаточно перемешиваем как бы все победи и победи камайф победи давай уже пожалуйста хотя бы надо это сделать я сейчас начинаю месить тесто и я начинаю очень сильно торопиться ускоряться и не докатываю до очень тонкого слоя начиняю ролл и пельмени я думаю вкус шефа точно удивит будем лепить конвертиками а потом из него сделаем ролл уж не подвидите меня у нас очень большая ставка закидываю в кипящую воду на две-три минуты до готовности параллельно я делаю соуса так для соуса нам потребуются сливки свекольный сок и приправа называется хандаши это рыбный бульон плюс у наги соевый соус второй соус я дорабатываю соус который сделал до я добавляю него свекольный сок пропорции один к одному и немножко загущаю самый крутой соус который будет в этих роллах пельменях он состоит всего лишь из трех ингредиент сока лайма лимона своего соуса и воды называется дрессинг я представляю как константин начинает пробовать смешивая все три ингредиента соуса и в его рту раскрывается вся гармония вкуса посмотрим чем ответит дима на такую самоуверенность конкурента мое блюдо похоже наверное на первые поцелуи такой же волнительный искренний потрясающий совершенно незабываемый на самом деле вот потому что тут прям целая гармония вкусов которые подчеркивают друг другу идеально умеют молодые ножи аппетитно рассказать но главное до изысканного вкуса довести свои финальные блюда обжарим тунчишку аккуратно тонким слайсами нарезаем нашего обжаренного тунца начнем собирать пожалуй всю эту историю я добавляю заправку из моркови укладываю нарезанный салат с пекинской капустой огурцом и копченым томатом сверху как ролл укладываю опального тунца просто великолепно и кто мне скажет что это не ролл я представляю как шеф берет палочками тунца который лежит сверху на потрясающем салате с копченым томатом и зацепляет немного соуса из моркови и во его рту начинаются просто взрывы вкусов это потрясающий соленый сладкий терпкий аромат и нежность от тунца я все-таки решил приготовить два блюда одно которое просил шеф второе в классической подачи которую придумал я хочу чтобы он видел как может выглядеть блюдо по-другому на маленькую тарелку я добавляю заправку из моркови опаленного тунца копченый томат немного сегментов зелени и чуть-чуть устречного соуса у меня все готово мои два блюда собраны и я понимаю что это успех вкус безупречен совершенно подача тоже идеально влад так же как и его конкурент дима решил приготовить две версии своего коронного блюда в авторской подаче и по запросу шефа форме ролла я буквально две минуты и я заканчиваю начинаю потихонечку отдавать я начинаю сервировать свое блюдо сначала кладу пельмешки виде роллов в одну сторону заливаю соусом белым вару соусом розовым и между ними самый главный соус который будет усиливать вкус посыпаю все куджутом глазированным кимчи и украшают цветами и моя стандартная подача выглядит вот так у меня все готово мне нравится мое блюдо потому что она достойна финала красивого громкого яркого потому что я прекрасно понимаю что константин попробовать на блюдо и скажет что это то что он искал время отведенное до финального испытания истекло шеф и звездный гость готовы приступить к дегустации коронных блюд молодых ножей и определить победителя сегодняшнего выпуска встречайте талантливый яркий молодой певец анатолий цой приветствую ребят я знаю такой анатолий цой это известный певец снимается в разных шоу и очень круто поет тема сегодняшней программы это паназия вкусная ты вообще вот какую любишь кухню но паназия прям близко мне близко да а еще и близко я вообще люблю все лишь бы это было вкусно кто не любит поесть это наверное самое большое удовольствие в моей жизни когда я могу свободно поесть у меня склонность есть в полноте как и у многих людей поэтому я всегда стараюсь себя ограничивать в еде но когда мега вкусно я естественно не могу это сделать эти два не побоюсь этого слова сказать джедая сегодня меня удивляют готовят интересно вкусно и заключение я дал им задание приготовить свое коронное блюдо но подать его в виде ролла о это интересно возможно это будет борщ в виде ролла абсолютно верно ты мне должен сегодня помочь потому что я среди этих двух парней должен выбрать победителя которому достанутся самые большие чаевые в их жизни и золотой нож для меня вообще всегда было большим удивлением когда молодые люди вкусно готовят для меня в понимании наверное еще такого советского человека вкусно умеют готовить только бабушки а вот сейчас и узнаем вкусно готовят только бабушки или все же молодые ножи тоже дима выглядит красиво да я тоже не спорю выглядит красиво дим тебе захотелось бы выпендриваться и ты сделал подачу с точки зрения как ты ее видишь твоя авторская история а это ты решил все-таки сделать согласно моему заданию да скажи мне пожалуйста на ролл похоже на необычный ролл мое коронное блюдо это татаки из тунца заправка из моркови где ролл это тоже татаки из тунца вот тоже заправка из моркови и копченый томат но внутри как бы немного капуста пекинской и огурцов соломкой чтобы наполнить и брать палочками кусочек макать морковную заправку и наслаждаться вкусом как вкусно рассказывать с люди сразу появились посмотрим вот этот привкус копчености мне нравится на класс блюдо зашло и я рад дим твоя задумка намного интереснее того что ты сделал виде ролла теперь расшифровываю значит здесь настолько сбалансированный вкус и отводят как раз копченому томату который дает кислотность плюс этот морковный соус хотя по нему не чувствуешь что там сделана морковь опасно том ям она ярко себя перебивает но здесь ты настругал пекинскую капусту и бревна из огурца и когда ты начинаешь есть огурца настолько много что он начинает перекрывать вкус тунца и здесь мало копченого томата тебе надо было все таки сделать и то и другое либо одинаковым либо не надо было подавать потому что я тогда же сравниваю спасибо в тот момент когда шеф делает замечание я стою и меня одолевается мнение каждая деталь может оказаться против меня на финале поэтому я немного сомневался и замерзать а теперь богатырь владислав а и ты так же сделал да да я сделал то же блюдо моё блюдо это красная гюрза с креветкой и лососем соусом из свеклы и хандаши давай настоящий проба это так ролл ну я смотрю да получился а чё за начинка креветка лосось красная капуста лук-морковь теряки соевый хандаш я смотрю на анатолий и вижу что ему понравилось но он смятений в целом если говорить объективно это правда вкусно немножечко тесто подкачало кажется что его много потому что немножечко оказалось толстоватым да владислав мне безумно очень понравились соуса начинка за счет теста да она такая непонятная на самом деле я слышу критику шефа если полностью согласен но вы по-настоящему достойные финала это правда но как мы понимаем победить всегда должен один в этот момент я чувствую что есть все шансы на победу сейчас узнаем чье коронное блюдо станет победным и чье имя окажется на золотом ноже ну что мои уважаемые молодые ножи вы оба достойны вы оба проявили недюжую трудоспособность на самое главное умение готовить ребят готовить это просто уникальный талант он у вас есть вы готовите шикарно вкусно и я понимаю почему вы в финале это очень достойно ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом и развивайте свой талант мои шансы на победу 50 на 50 потому что у моего соперника были недочеты у меня были недочеты и псалокупе блюдо были примерно равны победителем проекта молодые ножи становятся тот чье имя нанесено на лезвие золотого ножа и это дмитрий я считаю то что это заслуженно я уверен шел к своей цели и победил ты большой молодец я тебя поздравляю красавчик давай удивлять дальше дима самые большие чаевы которые я когда-либо вручал благодарю я хотел бы сказать каждому кто сомневается в себе готовить это не страшно поэтому каждый раз не бойся экспериментировать делай все что подсказывает тебе сердце ты добьешься успеха ну что поздравляю как говорится до новых побед поздравляем